Так, привет всем стратегическим жевжикам. Так, что-то темно. Вышел патч, который добавляет мультиплеер в дюну. И в общем-то, в связи с этим, давайте попробуем этот мультиплеер. Видите, все случайно поставили. Кто нам выпадет? Видимо, мне фримены выпали. Сейчас попробую, как теперь мультиплеер работает. Блин, прикольно. Так еще отсвечивать картинка начинает на меня. Как работает мультиплеер в дюне. Вот патч буквально за час до того, как я записываю видео, вышел. Так, ну что, мы загрузились. Так, давайте сразу, наверное, авторазведку включим. Включить. Она уже шла. Так, ну давайте тоже всем им good luck have fun пожелаем. Ой, пидра какая-то получилась. Сорян. Так, давайте сразу двух воинов сделаем. И еще один орнитоптер, я думаю. Так, где мы находимся? Мы с самого, получается, левого края. Блин, он какую-то, по-моему, огромную карту очень поставил, нет? Ой, блин, сейчас бы еще вспомнить, что там фримены умеют. Причем, какие случайные выдали мне эти. Так, бонусы фракции. А почему все на английском стало? Так, можно вызывать червей. Можем быть союзниками сичей. Но на Лансерате так себя. И что нам дают вот эти ребята? Половину производства интеллиженс за каждый соседний нейтральный район. Такое себе становится песчаными убийцами, когда нету рядом союзников. Ну, тоже такое. Так, еще орнитоптер делается. А что, зависло? Вроде что стоит. Ладно, не стояла, видимо, автор. Ну, слушайте, надо сразу эту захватывать, я так понимаю. Тут без вариантов особо. Немножко я притормозил с развитием, мне кажется. Так, это нам как раз специи... Нет, деньги дадут. Хотя можно было... Можно было и науку взять. Так, забираем. И этот орнитоптер тоже на авторазведку. Тут придется много авторазведкой пользоваться, потому что мы не можем здесь на паузу ставить. Все-таки мультиплеер. С другой стороны, мы и ускоряться не сможем, я так понимаю. Интересно, а хост это может делать? Какой-то пишет, что какой-то баг. Какой-то ВД у меня написалось, господи. Так, забираем. Меня съел одного чувака червь. Блин, проспал я это. Хотя как проспал? Не было никаких вообще сообщений про то, что червь сейчас приедет. Блин, жалко, придется еще одного делать. А это стоит нормально вообще-то. Блин. Слушайте, кстати, как-то немножко дольше захватываются поселения. В том плане вот... Да, если кто-то спросит, какие еще изменения в патче, кроме мультиплеера, все остальное там на фиксы. Ну, в смысле, стабильнее вот это вот. Так, ну, начинаю с добычи спайса. Причем, фримены не требуют... Подожди, эту я ставил. Фримены не требуют топлива вообще. Не пофигу, где ставить в данном случае. Так, что у нас вообще на этой территории? О! 20 денег за каждого. Так, слушайте, это неплохо. Это неплохо. Так, тут у нас что? Спайс с помощью орнитоптера. Ну, кстати, надо бы исследовать. Знаете, давайте я попробую поиграть через шпионов. Мне интересно, как против живых игроков это будет. Так, где у нас орнитоптеры? Вот это. Давай-ка ты спайс исследуешь, потому что мне нужны... Я не уверен, что я успею собрать 150 вот за это время. А так тут хоть какая-то часть будет уже. Так, вот тут вот уже конец карты, видите? Поэтому давайте смотреть. А, что-то с водой еще. Давайте посмотрим. Тут сила ветра 5. Сейчас надо на воду будет поставить. Очевидно, в этом месте. Хотя пока 12. Пока достаточно. Короче, мне явно нужен еще один юнит. Который я потерял. Они все ругаются, что она медленная игра. Ну, блин, конечно, на этой скорости. Так, а можно как-то чат выключать? Только эскейпом выключается, похоже. Ну, кстати, вот он хост. Ну, давайте спросим. Так, забираем. 63. О, блин, а мне некого сюда... Все на спайс, черт. А, это только при старте. Не, я бы только на 2 умножал. Не, ну в 3 раза это, блин... Ладно. Видимо, рестарт будем делать. Я, конечно, на этой скорости вряд ли нормально сыграю. Но давайте... Видимо, надо попробовать. Ну вот, видите, он поставил изменения владельца. Теперь он, по идее, в течение игры сможет менять. Видите, может, Фрименов возьмем. Как и было в тот раз. Сенткиллер мне что-то не нравится. Давайте ауторити вот это. Ну, выпали... Выпали... Выпали Фримены. Так чего не поиграть? А, тут можем еще эти... В Лансрате, когда будут всякие предложения, мы можем их как-то саботировать. Да, вот он спрашивает. Для всех двойная скорость норм. Так, ну давайте, орнитоптер и два воина. Тут точно придется на автомат ставить. Теперь, где мы находимся... Теперь мы в нижней части находимся. Так, ну сразу захватываем, наверное, эту территорию. Пласкрит, кстати. Вот, кстати, в мультиплеере почему-то русский язык не работает. А че ты встал, блин? Так, я бы вот эту стреляющую сначала убивал, потому что у нее слабее сила. А, тем более, тут еще Сич стреляет оттуда. Нет, все-таки он на третью... Нет, на вторую он поставил. Не знаю, все-таки если мультиплеер, мне кажется, вот такой быстрый будет, то мне, например, будет сложновато. Так, что тут на этой территории у нас будет? Да, 8 производства плоскостей. Так, это тоже неплохо. Знаете что, давайте мы соберем... Так, здесь сразу ставим добычу. И воды у нас тут 4. Ну, тоже и на воду поставим. Этими ребятами можно вернуться. И этого на автомат. Вот, второй... Второй орнитоптер. А, да. Начинаем... Шпионов делать. И тут соберемся... Так, тут пустыня. С этой стороны мы защищены от нападения. Ну, потому что по этой пустыне хрен пройдешь. Кулдуд. Ну, тут денежки можно будет, но это надо будет открыть еще. Так, дальше пускай на автомате. 135. Ну, в принципе... Давайте вот так переведем. Денег нам пока не надо. И сюда... Ага, у нас плюс 0 по кадрам. Блин, может пока... Ладно, давайте глянем, что у нас тут. Дешевле строится здание. В этом регионе плюс 50 содержания. Ну, это такое себе. О, вот это какой-то крутой регион, кстати. Плюс 100%. Да, вот это крутой регион. И вот это у нас еще крутой регион какой-то. Плазкрит. У меня два региона на славу рядом просто находятся. Это неплохо. Так, скорость вербовки агентов. Это мы открыли... Инфлюенс. Значит, в Лансерад. Сам агент у нас дает инфлюенсы. Плюс мы еще Intelligence Work открыли. Поэтому у нас влияние сейчас будет накапливаться быстро. Блин, может на деньги немножко перевести пока. Чтобы не так в минус шло. Нет, я плазкрит не буду. Это мы уже с Атрейдесами встретились. Так, надо что-то еще захватывать. Давайте вот эту, наверное, территорию. Вот эти нижние откроем. Вот тут еще вот это надо посмотреть. И вот эту надо посмотреть, я думаю. Да, тут уже открыли. Да, это очень быстро. Рейд детектед. Блин, там рейд пошел. Фак. Так, надо вернуться, к сожалению. Сначала отбить этот рейд, а потом уже тут разбираться. Где-то тут сич, значит. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Все, возвращаемся опять на эту нападать. Смотрим. Так, тут это специи можно будет собрать. Дальше. Ну, вот сюда пойдем вниз. Так, тут выпал Пласс Крит. За каждый акт в Аракис давайте внедряться. Значит, против какой-то революции. Давайте дешевле нанимать юниты, чтобы они там не нанимали их. Так, теперь нам вода точно нужна. Захватил бы, что тут Пласс Крит. Территория Пласс Крита. Ой. Строим на Пласс Крит Фэктори. Так, тут еще у нас буря. Мглою небо кроет. Три экономических здания. Или захватить... Я и то, и то могу, в принципе. Ладно, давайте на гегемонию. А, в смысле сначала сделать, потом забрать. Да. Вообще никуда не буду голосовать пока. Так, вода появилась. Что мы следующее хотим захватить? Наверное, вот эту со Спайсом территорию. Ну, то есть, наверное, еще вот это, а потом вот это. Получается. Так, следующий агент. Плюс 20% Любого ресурса при внедрении. Ну, давайте, наверное, в космическую гильдию, чтобы кадры получать. Так, пойдем сюда. Захватывать. Аэропорты нам не нужны. Мы можем на черве перемещаться. Да, кстати, я бы, наверное, теперь постройку на кадры сделал. Потому что у меня вот их не хватает. 10% производства к Соларе прошло. Так, вон синенький летает. Тут Атрейдис у меня рядом. Видимо, вот эту территорию Атрейдис все-таки захватят. Вообще, мне надо вот на этот завод пойти. Это... Блин, сейчас вспомнить, куда это. Crafts Workshop. Processing Plants. Crafts Workshop. Это где? Да, блин. Processing Plants. Ну, так вот оно вроде, нет? Короче, сюда идем. Да, вот сюда, конечно, будет далековато летать. Предложение. Так. Еще одно экономическое здание надо построить. Ну, может, на воду пока здесь построим и выполню квест как раз. Так, и я бы, наверное, орнитоптерами собрал вот эти все. Так, шифтом зажимаете, и это очередь будет. Так. Собираем, собираем. Потом сюда. И сюда. Все, в очереди есть. Сидж детектед. Отлично. Отправляем туда воду. Сейчас мы все равно построим на воду. Еще один. Опять влияние. Опять в лансерат, получается, надо будет. Хотя тут не важно, на самом деле. Давайте в эти во все отправим пока. Блин, а я не увидел, что он тут нападает. По-моему, орнитоптер она не должна задеть. Так, новые... Исследования военные. Давайте вот сюда отправим. Чтоб сюда не голосовать. Там, по-моему, как-то... Если тот, кто за это проголосует, у них появляются восставшие. Так, это работает. Так, давайте сюда добытчика добавим. Так, тут отбились. Блин, что ж нам дальше захватывать-то? Ну, наверное, вот эту территорию... В нее будет далеко. Давайте, наверное, вот эту сначала захватим. Гору Айдаха. Ну, давайте тут за себя проголосуем. Чтобы у Фрименов содержание меньше было. Мы сейчас 10 воды на 11 пласткрита меняем, считайте. Так, что у нас там с наукой? Вот это мы уже открыли. Дешевле все и быстрее строится. Так, можно начинать уже операции создавать, я думаю. Так. Поддержка. 200 монет стоит, правда. Давайте открытие территории посмотрим. Так, что у нас тут? Плюс 100% дата-центр и плюс 100% listening. Ну, то есть подслушивание. То есть влияние и вот эту давайте, Intel, вот это точно построим. И ничего не прошло. Ничего не прошло, прикиньте. А я там что, забываю голосовать, что ли? Не понимаю. Все, забрал квест. Что у нас тут по очкам? Я пока впереди. Но Харконаны тоже нет. У меня за 2000 это я могу уже тут что-то строить. Но пока на это денюжков нету. Давайте, что мы откроем. Давайте, вот эту территорию. Так, давайте сразу еще. Так, центр карты. Мне тут еще на кадры надо еще сделать. Всяких построек, я думаю. Хотя плюс 6 пока, ладно. Так, открыли эту территорию. Теперь пустынные тени. И тут строим этот заводик. О, да. Процессинг плант. Кстати, на содержание мне бы еще... Вот тут мне можно поставить здание на содержание, кстати, ребята. На снижение содержания. Вот этот. Мейнтейнс центр. Так, дальше открываем. Да что-то все как-то близенько, честно говоря. Так, давайте юнит сделаем. Вот этот стреляющий, скирмишер. Идем в сич. И тут надо защитников уже делать, я думаю. Минус 5 за количество воды. И, блин. Ну, давайте сюда. Ну, мне кажется, за это не буду. Может, зря я туда вбросил. Пошли вот эту территорию попробуем захватить. Так, вот сюда бы нам еще... Вон куда-то идут. Подождите, подождите. Давайте-ка вернемся. Да, налет. Как раз. Блин, нафига вы по пустыне бежите? Ну, вот объясните мне. Можно как-то здесь... Поиск пути вменяемый делать? Вот. И куда они бегут? Они сейчас сдохнут в этой пустыне. Да, есть... Есть определенные баги. Смотрите, у них сейчас закончатся припасы, они просто умрут. Ну, суть, надо нападать. Мы же должны опыт получить за это. Да, дали опыт. Отлично. Я не знаю, я не буду голосовать. Фиг знает, кому тут минус. Но я думаю, вряд ли против Фрименов проголосуют. Так. Ну, поехали. Ну, тут жалко, что деревня далековато. Сюда тоже надо ополченцев. Ой, как у меня припасы тратят. Ну, я вроде должен успеть. Ай-яй-яй. Блин, или нет? Блин, блин, блин. Фак. Надо было сначала дроп саплай сделать. Фак. Вот это я тупанул, конечно. Нет, все. Просто потеря армии, потому что не было припасов. О-о-о. Да, и на такой скорости это вообще тяжело следить за этим всем. Черт. Становимся союзниками. Ну, че, надо набирать опять. Требуется... Денег нету на это, блин. Денег совсем мало. Кстати, содержание тут действует. Вот здесь действует. И здесь действует. Да, хорошо, я считаю, сюда поставил. Ну, видимо, на деньги придется переключиться. Хотя сейчас курс очень хреновый. Ну, и саботаж тоже сделаем. Зря я вот сейчас уже саплай дроп... Ну, 200 монет стоил, поэтому... Так, мне тут в квесте надо две техи открыть. Вот сейчас одну откроем. Так. А, вот это, кстати, Statecraft. Я вот за это бы проголосовал сам. Statecraft это как раз вот эти... Синие. Что-то больше денег производится. Соларии этих самых. Да. Что-то с деньгами проблемка. Ой, еще один сич нашел. Теперь с деньгами нету проблемки. Плюс пять максимальных агентов. Так, пока голосование не идет. Да, плюс сто процентов к скорости вербовки. Ну, я притормозил, видите, по славе. Так, что, откроем. Все, и следовать вот тут тогда. И голосование вот за это. Дальше. Еще один сич нашли. Но он тоже саларий дает. То есть я могу, например, вместо пласткрита салай. Ну, давайте, наверное, так и сделаем. Вот это заканчиваем торговать. А тут на саларий меняем. Там и бонус такой от союзничества так себе. А в данном случае мне саларий именно надо. Скирмишер двести. А, тут воды не хватает. Черт. Так, тут сделано-сделано. Вот тут надо воду поставить. Ну, что, надо, наверное, уже к Атрейдису будет посылать. И попробуем убивать его. Потому что Атрейдис у меня ближе всего. Видите, он тут еще и забрал территорию рядышком. О, еще бежит. Ну, от этого мы отобьем. Тем более, он сейчас опять... Опять сдохнут, смотрите. Ну-ка, собственно, как и я сдох. Да. Стейт Крафт Девелопментс. Может, я не так понял все-таки эту... Так, тут опять надо на... Переключиться на... Соберем необходимое количество и вернемся обратно. А вон Харконен где. Тысяча стоит, кстати, на счет. Да, тут пока денег-то не будет на это дело. То есть, пока надо развитием заниматься. Так. Сэплай дроп есть. Черт, я не успеваю две техи открыть походу. Ну что, побежали. Вот тут я сделаю сэплай дроп. Блин, блин, блин. Нормально. Нет, червь, нет. Не жри мой... Мою попку не кусай. Успел прям к концу. Сэплай дроп. М-м-м, тут можно... Можно не тратить. Так, ну что, прокатимся. На червь... Ну... Я бы в центр возвращался. Сюда вернемся. Так, здесь, значит, добыча спайса. И ополченцев сразу. Сила ветра 6. Так, ну пока вроде все зашибись. Агент, давайте начинать к Атрейдису внедрять. Ну давайте, кстати, пускай Атрейдис меньше получает. Так, вот тут можно сменить уже на деньги, потому что хороший курс. Так, союзник даст... Да, быстрее, да, делаем союзником. А здесь... Педаикин дешевле будет стоить. Ну... Блин, содержание... Ну, вообще у меня этого авторитета немерено, так что давайте. Слабее юниты Харконенов, меньше Атрейдисы там получают. Ладно, мне вот эту территорию теперь надо захватывать. Ай-яй-яй, по пустынке. Блин, мне надо хотя бы открыть теху, которая больше... Слушайте, а тут у меня вообще будет содержание-то? Да, восстанавливать. Ты постоишь. Нет, слушайте, у меня один умирает почему-то. Фак. Почему я вот этот умирает, а вот эти норм остались? Блин. А-а-а... И вот тут вот куча территория. Еще никто не забирает там. Так, орнитоптером там поисследуем. Потом здесь. Потом здесь. Так, тут воду поставим. Ну да, это мы должны сейчас сделать, по идее. Взять контроль над еще одной деревней. Блин, а тут проход, видите, хреновый. Я понял. Так, ну мы должны вроде тут вот пробежать. Или здесь лучше, блин? Вот тут, наверное, лучше пробежать. А, стоп, так это же моя территория. Фак. Смотрю на это. Фак. Не должен убить, вроде. Тут еще добычу вот денюжков будет. Фак. Фак. Так, значит, здесь ставим процессинг-плант. Да, мне бы еще, наверное, вот здесь надо вот это здание... А, подожди, хранилище спайса это я еще не открыл. Спайс-маркет требуется. Понял. Дешевле юниты, дешевле содержания. Ну, давайте и то, и то поддержу. У меня 122 голоса. Давайте сюда сотку вольем, а сюда 20. Потому что это для всех, а то только для меня. Ух ты, Харконенов убили. Ух ты. У-у-у. 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 проб сетап какой-то делает так давайте-ка а что такое sand cloak не видно на два месяца ладно supply drop давайте сделаем для меня юнитов надо построить видимо побольше походу а трейдис планирует на меня нападать куринс зачем мне 70 специи на скетте песнис Ну, этот рейд не страшно Так, вы знаете, что у меня какие-то военные базы Надо построить, я думаю Они еще не открыты В общем, надо бы в военную Пойти Ветку Ой, тут и сразу от Рейдис увидел, что он у меня нападает и пошел Или он эту территорию хочет захватить просто Нет, пошел на меня Ну, кто-то слил, да? А именно он Я как-то не потерял ни одного юнита Но он одного потерял Так, надо восстановить будет вот эти И тут у нас еще есть один О, восстание сделал Та, Рейдис сделал восстание Так, давайте-ка тут постоим Раньше Отсоединяюсь Вот они сделали патч Что восстание, это просто восстание А раньше восставшие отсоединяли Вообще просто тупо О, восстание Червь, червь, червь. Так, и голосование у нас. Да, давайте вот за трейдисов, чтобы у них больше шансов, что операция будет найдена, задетектена. Так, ну давайте здесь милитари-бейс поставим вот как-то вот так. О, еще один сич. Ну, за четыре, не знаю, имеет смысл. У тебя ополченцы будут сильнее. Ладно, у меня пока вода есть, я даже не знаю, что мне тут присоединять из территории. Ну, смотрите, тут с от трейдисом, я не знаю, нафига от трейдис на меня нападает, если вон что со смаглером я вообще проявил. Слушайте, может мне к смаглером лучше своих шпионов отправлять? Плюс 10% к производству салари. Да, ну вот мне надо дальше будет, наверное, по вот этим пойти и survival. вот этого достаточно уже будет. Так, а куда это у меня один юнит делал, все интересно. Я что, съел все-таки червь? Кстати, а у меня 5000 гегемоний что дает? А, могу дальше путешествовать, и они постоянно возмещаются эти. Ну короче, у меня свой личный аэропорт появился. Так, военные пошли. Ну я бы вот сюда в бараке даже шел скорее. И в тяжелое вооруженное ополчение. Вот против этого проголосую, пожалуй. Так, у меня куча пласкрита, куча вообще всего. Мне очевидно, надо что-то строить везде. Например, везде, где еще не построена воду. Дальше заводы пласкрит. А вообще, я тут хотел... Ладно, все равно завод пласкрита. Так, у Харконина вообще ничего не построено, а этого мы пока не видим. Интересно, если я так сделаю, мы увидим. Нет, у меня все равно больше некуда, мы уже все открыли. Понимаете? В общем, тут на скорость вербовки агентов надо было бы. Давайте ее построим лучше. Раз я решил через шпионов играть. Блин, фига у меня запасов спайса. Ну вот и нафига мне эти юниты Лансерата. С другой, ну ладно, с другой стороны, чтобы другие не получили. Понятно. Так, вода, вода, вода. Здесь тоже завод пласкрита можно поставить. Вот не знаю, почему у Атрейдис это не захватывает. Походу, Фриман самый серьезный соперник. Вот видите, тут уже исследовать нечего. Давайте мы, наверное, этого уберем. Засоюзили. Ну ладно, наверное, и эту территорию надо. Так, дали мне армию Лансерата. Пошли ее как раз... Слушай, я же ездить могу. Я и забыл. Тьфу ты, блин. У меня аж метро есть. Ага. Наверное, надо... Блин, а как высадиться? Блин, а че так... А че так он не может... Я хочу вот тут высадиться, почему мне не дают? Только там, где вижу, что ли? Так, пласкрит, вода, пласкрит, вода, пласкрит, вода. Где у нас битва? Ты прикалываешься? Блин, ну ты прикалываешься. Ну это какой-то прикол, блин. Вот хера он на меня нападает, если синий побеждает. Вот кто-нибудь может объяснить? Я ему вообще ничего не делал. Ведера. Ведера. Диа. Продолжение следует... Мудила, блин. Где хрен делать человеку, реально? Что, я даже потерял одного пехотинца. Так, а что-то там мне рассказывали, что орнитоптеры можно на этих, чтобы они больше... Да, наверное, зря орнитоптер убрал. На самом деле, его можно было отправлять... О, вот смотрите. И вот смотрите, что сейчас зеленому будет. Вот смотрите, он на меня нападает? И вот что происходит с ним. Ну, это вменяемый вообще человек? И вот смотрите, тут еще решил на меня напасть. Я, наверное, даже не буду перемещать, потому что ему сейчас синий тут надерет жопу. Ну, это прикол. Это называется, когда человек вообще не понимает, что происходит в игре. Просто не понимаю. А что случилось? А что он на меня нападает? Так, я могу начать убийство, да? Ну, придется против Атрейдиса это делать, потому что он отмороженный. Очевидно. Так. Продолжение следует... Ни аэропортов не построил, ни хрена. Он. Мне-то не надо. Ну, уже 10 тысячу смаглеров. Ну, очевидно, надо на них нападать, я думаю. Не по-моему, сдался, что ли? Да, он просто сдался. Так, что мне тут больше надо? Ну что, финальная битва. Так, я бы, наверное, сейчас вот эту территорию забрал. Продолжение следует... Так, я бы бараки построил, конечно. У него я еще сич не вижу, что у него там нет. Ну, скоро увижу. До второго уровня, наверное, когда добьет. Ну, кстати, мультиплеер-то подинамичнее, да, получается? О-о-о, валит, валит. Так, возвращаемся, ребята. Нет-то нет, мы тут не воюем. Так, нам надо ракетницу вот здесь поставить. Вот так. И... И вот тут военную базу давайте. Ну, это сейчас будет финальная битва, очевидно. Парочку фейдокинов. Не знаю, смогу ли я там отбиться. Намечал, чтобы военная база построилась. Блин, еще и буря пошла. А он захватывает, да? Да. Этот чувак, видно, ну, у него, да, у него все на войну практически построено. Этот чувак, видно, понимает, что делать в этой игре. Ну, ладно, сейчас попробуем побиться. Ну, у него сколько стреляющих. Да, ну, это... Не знаю, ну, я бы побился еще. Давайте повоюем. Ну, это круто, конечно, он развалил. Сразу забрал территорию. Мне надо кучу фейдайкинов строить, видимо. А денег нет. Ну, и на убийство денег нет. Ну, спасибо от Рейдису, скажем так. Я бы, может быть, концентрировался на другом. Не, ну, слушайте, ну, захвачено. Ну, я не знаю, тут, наверное, мне кажется, нет смысла продолжать. Мы только время потратим. Тяжело-то, конечно, на такой скорости, но мультиплеер ничего так работает. Наверное, стоит сдаваться. Он точно лучше. Ну, тут у меня, на самом деле, дофига ресурсов было. Из-за моей медленности я тупо их плохо использовал. Вот и все. Ладно. ГГ. Напишем. И... Сдадимся. Ну, вот так выглядит мультиплеер в Дюне. Так они его сделали. По-моему, ничего так. Прикольно. Надо будет попробовать еще сыграть. Но ваши впечатления в комментарии, конечно, пишите. Спасибо, что смотрели. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.